Вареное, копченое, жареное оказалось под запретом. Введенные Гребом Никитином в регионе особые меры для снижения рисков заболеваемости коронавирусом отразились и на готовой продукции. Проверим, соблюдают ли магазины указ губернатора. Горячие блюда в супермаркетах продолжают продавать. Но теперь покупатели в верхней одежде не могут самостоятельно положить еду одной и той же ложкой. Такая мера напрашивалась давно. Для покупателей это неожиданно. Как бы все закрыли, они брать там не могут. Некоторые спрашивают, ну почему, с какой причиной. Это все как бы для покупателей делается, чтобы качество продукции было лучше. То есть она не портилась как бы. И никакими бактериями, что не попадало в виду. У нас на дню происходят очень часто обработки. А зона приема пищи, где покупатели тоже садятся, кушают. Также где готова еда, все столы, все обрабатывается, все чем накладывается эта продукция. В общем, обработка идет прямо в усиленном режиме. Во многих магазинах появились антисептические средства. Воспользоваться ими – это очень хорошая идея. Советуют дезинфицировать руки, как только вы входите в магазин. И только после уже приступать к покупкам. Если такой установки нет, то не лишним будет носить с собой вот такую карманную версию. Ну, геля лишнего точно не будет. Лучше будем тщательно бороться с бактериями. Предприятия, учреждения и организации должны обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Их наличие в одной из аптек на улице Пескунова проверил Глеб Никитин. В аптеке были антисептики и спиртовые салфетки. Отсутствовали только одноразовые маски, но их уже заказали. Особое внимание уделяют воздушным гаваням. Стригина всего несколько раз в неделю принимает международные рейсы. Но проверку тепловизором проходят все посетители аэропорта. Если обнаруживают людей, у которых температура уже в аэропорту, их изолируют на базе медицинского пункта аэропорта. Там есть специализированный изолятор с отдельной вентиляцией. И далее уже территориальные центры медицин-катастрофы госпитализируют их во вторую инфекционную больницу. Так определен поток сейчас больных, подозрительных на коронавирусную инфекцию. Если человек заболевает дома, в том же порядке только из дома. Кому необходимо сдать анализы на коронавирус? Прибывшим в течение последних двух недель из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Лицам с признаками ОРВИ, прибывшим из стран, где зафиксированы случаи заболевания. И контактировавшим с заболевшими. Еще 16 марта на оперативном совещании Глеб Никитин поручил создать краткую памятку для медработников, чтобы их слова не вводили нижегородцев в заблуждение. Отвечают абсолютно не в попад. Объяснить ничего не могут. Вот эти постоянные комментарии, что просто мы анализы не берем, где сдать не знаем. Почему не знаем. Нам ничего никто не сказал, мы ничего делать не будем. Это все участковые терапевты, это на ресепшене люди. Должна быть просто методичка, документы, короткие очень, одна страница. Горячую линию по профилактике новой коронавирусной инфекции открыл Нижегородский Минздрав. Обратиться можно по телефону 250-94-03. Звонки принимают круглосуточно. Есть и федеральная бесплатная горячая линия СтопКоронавирус. Номер 8-800-2112. Во всех местах пользуются типовым алгоритмом выявления случаев подозрительных на ЦОВИД-19. Обследование бесплатное в частной клинике его не проводят. В Нижегородской области 1704 жители регионы проверены на коронавирус. Для анализа требуется только респираторный мазок из ротоглотки и носоглотки. Пробирку с мазками отправляют в лабораторию особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии. Исследования в Нижнем Новгороде проводятся за сутки-двое. При выявлении подозрительной пробы ее отправляют в Новосибирский Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Примерно через сутки они дают свой ответ. Нужно отметить, что нижегородцы, ушедшие на карантин или самоизоляцию, имеют право на больничный лист. Даже если человек не заболел, но находился в контакте с прибывшим из эпид неблагополучных территорий и вынужденно отправляется на карантин в самоизоляцию, он имеет право на получение листка нетрудоспособности. Работодатели просят организовать работу на дому, если это возможно. Александр Шеломцев, Алексей Завылов. Время новостей.